Непопулярным, но необходимым решением назвал президент Токаев строительство атомной электростанции. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями финансового сектора. Как раз там речь зашла о дефиците электроэнергии и перспективах развития атомной энергетики. Первые признаки, так скажем, дефицита электроэнергии в Казахстане уже мы ощущаем. Конечно, тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. То есть сколько вырабатываем, столько и используем. Но сейчас уже, конечно же, первые признаки обозначены. Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения строительство атомной станции. Но, как говорится, роль лидера состоит в том, чтобы принимать именно непопулярные решения. Активно об АЭС заговорили еще два года назад. Тогда Владимир Путин предложил свою помощь в строительстве. И с тех пор дискуссии вокруг этого не прекращаются как среди политиков, так и рядовых казахстанцев. А недавно российский президент заявил о готовности обучить наши кадры и помочь с дизайном проекта. Об окончательном решении еще не заявлялось. Но в своем послании Токаев спрогнозировал дефицит энергии к 2030 году. И поручил правительству изучить возможность развития в стране атомной энергетики. Одной из причин дефицита сейчас называют майнинговые фермы. Но глава государства призвал не ограничивать добычу криптовалюты, а получать от этого выгоду. Например, ввести в оборот цифровой тенге. А также создать условия для развития нашего крипторынка. Я далек от мнения, что это чистое зло. На мой взгляд, криптовалюта объективный фактор, который нельзя просто игнорировать. Нужно трезво оценивать риски и потенциалы его влияния на действующую финансовую систему. Поэтому следует возобновить работу по формированию сбалансированных регуляторных условий для создания криптобирж в нашей стране. Иначе получается, что по добыче криптовалют мы страна фактически номер два в мире, а финансовой отдачи практически не видим.